Сургутяне встретили главный православный праздник – Пасху. Службы прошли во всех городских храмах. Божественная литургия состоялась в соборе преображения Господня в ночь с субботы на воскресенье. В торжественном пасхальном шествии и богослужении приняли участие сотни горожан. Около половины четвертого в храм преображения прибыл благодатный огонь из Иерусалима. Его могли увидеть все присутствующие. После главный символ праздника отправился в остальные городские церкви. Пасху отмечали и в Сургутском женском монастыре. Там также собрались сотни православных сургутян, которые принесли в свою снеть для освящения. В Пасху принято вспоминать о воскресении Господа на третий день после его страдания и смерти. Праздник знаменует окончание Великого Поста. Выход из него по традиции начинается с кусочка кулича, крашеного яйца и творожной пасхи. Для тех, кто не смог или не успел посетить храм по каким-либо причинам, в воскресенье сможет сделать это в течение всей пасхальной недели. В ближайшие семь дней будут открыты царские врата, поэтому можно увидеть все, что происходит в алтаре во время службы. На пасхальной неделе пройдут ежедневные богослужения и детские праздники. Воспитанники воскресных школ подготовили поздравления и поделки для прихожан. Христос воскресе, дорогие братья и сестры, от всей души поздравляю с праздником, с праздником праздников, с самым великим, спасительным в нашей жизни, в нашей церкви. Господь пострадал и принес нам спасение. Чтобы радостно провести Пасху, мы готовимся обязательно, проходит Великий пост. И по словам великого канона пасхального, говорится, очистим чувства и узрем неприступным светом. Это все говорит о том, что подготовившись, очистившись от грехов, мы с радостью встречаем Пасху.